Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по книге Тейлим. 44-й псалом. Первое, что пишут в древних книгах про этот псалом, что каждый раз, когда у тебя какой-то враг на тебя нападает, какие-то люди, какая-то система, чтобы избавиться от врага, написано, читают этот псалом. Второе, очень важное, когда у человека больное сердце, если у него какие-то проблемы с сердцем, если у него какие-то сложности, сердечная боль, но в то же время здесь речь идет и о духовной, если духовное, что-то сердце болит тоже, то читают 11 раз в день этот псалом, написано, что это уникально помогает сердцу. Есть такие слова, не на лук свой полагаюсь в этом, 9-й, 7-й, 9-й, да, не на лук свой пороги, не меч спасет. И вот Медраж пишет, что меч и лук нужны, чтобы одержать победу над врагами, потому что прообразами Исафа, это была римская цивилизация, это Ишмаэль арабская, это что написано, Исау было дано благословение, мечом своими жить будешь, в книге пришита Ишмаэль, и был утром с Богом, вырос, жил в пустыне и стал стрелком из лука. То есть, чтобы победить, как в этом псалме написаны корни победы над двумя цивилизациями. Поэтому у Якова написано, есть главный выход, это собственное оружие должно быть, меч это молитва и лук это обрезание. Зар, книга Зар на Тегелим, пишет про 23-й пэрок, это из-за тебя нас убивают во всякое время, что те, кто не прилагают усилий для изучения Торы, должны, как бы, если они не учатся ежедневно, в молитву они должны вложить все абсолютно, потому что только молитва, вот написано это то, что за тебя нас убивают, это речь об изучении Торы, где мы должны были бы напрягаться. Если мы этого не делаем, то единственное, что нужно, это молитва. То есть, проще говоря, если ты непрофессионально изучаешь Торы ежедневно, каждый день, все время, то в молитву ты должен вложить всего себя. Что еще пишут в этом псалме? Пишут, что когда надо немножко почиститься внутри, как-то ты чувствуешь груз неуверенности, негативные какие-то воспоминания, связанные с человеком, связанные с событием, вот этот псалом очень помогает. Он также помогает при каких-то, ну, скажем так, при сглазе очень помогает чтение этого псалома. Вообще этот псалом считают таком самым действенным в случае всяких бедствий. И через него, еще этот псалом написано нужно для того, чтобы поблагодарить Бога, когда у тебя какая-то сложная ситуация, при ослаблении здоровья, при каких-то сложности, если это все прошло, когда какое-то при ослаблении воли и духа, ну, всяких проблемах, если это прошло, ты должен прочитать именно этот псалом. Ну вот, пожалуй, все о 44-м псалме, хотя он не маленький, но вот больше информации о нем нет. Брахава Арслахан, ждем следующего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok